Не только на фронте, но и в тылу бились за наше отечество. Даже дети наравне со взрослыми трудились у заводских станков и на полях страны. Среди них Наталья Демидовна Морарь. С 16 лет она работала на производстве грузчицей, мотористкой, стрелочницей. После победы устроилась на завод с лесарем, где и проработала 37 лет. За долголетний безупречный труд награждена медалью ветеран труда и медалями к юбилеям победы. В начале 2000-х Наталья Демидовна переехала в Губкинский к дочери Валентине, которая с детства запомнила, как мама работала в годы войны. Она начала работать в 16 лет. Представьте, они жили в деревне, и деревня была занята немецкими войсками. А потом наша армия погнала немцев и хотели в Германию отправить в 16 лет. И потом уже взяли на восстановление города. Мы сами из Донбасса. И вот ее взяли в 16 лет. Сейчас в 16 лет дети учатся, а тогда работали. Сегодня Наталье Демидовне 92 года. Ее регулярно навещают сотрудники администрации и городских предприятий, общественники, ветераны и школьники. Буквально недавно мы исправляли ей 90-летие. Очень жаль, конечно, что сейчас она немножко здоровье ее подкачала. Но мы никогда не забываем, потому что это жизнерадостный человек. Она всегда несла нам только добро и свет в нашу организацию. Мы всегда с удовольствием с ней встречались, общались. В Губкинском особое, трепетное отношение и к празднику Победы, и к тем, кто ее ковал. В этом году в подъезде ветерана провели ремонт. С такой инициативой к администрации города обратился депутат окружного парламента Виктор Казарин. Андрей Гаранин идею поддержал. В подъезде обновили покрытие на стенах, улучшили освещение, поставили пластиковые окна, покрасили пол и выполнили другие работы. В феврале этого года Андрей Гаранин в очередной раз навещал труженицу тыла и вручил Наталье Демидовне памятную медаль. Спасибо вам за то, что вы сделали. Спасибо за наше мирное небо над головой. Война стала жестоким испытанием для нашего народа. Советские люди в тылу, как и на фронте, выдержали это испытание с честью. Поразительная стойкость, проявленная людьми, позволила нашей стране выстоять в тяжелейшей войне. Наш долг – сохранить память о победителях и передать ее будущим поколениям. Валерий Усманов, Зинаида Исаева, Олег Короткевич, Михаил Марков. Новости Губкинского.